Жюст Фонтен Хозяева поля выступают в голубых футболках, белых трусах и красах Наша команда только готовилась стартовать в турнире И первый матч должен был пройти как раз через неделю после визита в Париж В Лужниках советская сборная принимала австрийцев Забегает удар правой рукой Ошибка в центре поля и едва-едва В 2017 году сборная СССР провела в Глазгу на стадионе Хэмдон-Парк Сейчас в положении вне игры у Федора Медведя Ференс Сейчас смотрим за этой атакой Игорь Численко хорошо играет в пас с Эдуардом Стрельцовым Такая стеночка дни матч за сборную Франции Вот посмотрите еще раз передача Численко на Стрельцова И тут же в одно касание щечкой пас на Игоря Удар поворотом и точно попадает в Глазгу со счетом 2-0 А вот футболисты Франции с большим ударом Четко играет Воронин Пас на Стрельцова Два матча и один сведя в ничью с мексиканцами И дважды они проиграли Уругваю и сборной Англии Ну а сборная СССР, напомню, в Англии выступила просто блестяще Показав свой лучший результат 12-я минута Филипп Гунде, так же как и в Москве Забил гол в ворота сборной СССР Но правда в Лужниках год назад, 5 июня 1966 года Яшин ворота не защищал Но вышел центральный защитник Жербер Лешенадек из Ананта Кстати говоря, Лешенадек проводил свой последний сезон в составе Ананта В следующем году он будет играть в Мэдсен Но Лешенадек была в Ленинграде в конце мая Так вот, именно редакция Францфутбола Он ведь не имел никакого опыта работы ни с какой командой И был приглашен Федерацией футбола Франции на пост главного тренера Потому как из зрения, как раз вот эстетической точки зрения Сейчас пас вперед Пас на ход Эдуарду Стрельцову Я еще играл вообще его основное амплуа Это правый защитник Но Бышевиц идет вперед Передача на Ференс Федор Это все вот такие вещи довольно несуразные Которые не слишком правильно Сейчас смотрим за этим моментом Бышевиц сделал 6-го года в Москве Последнюю встречу в майке сборной СССР 18-го семья, 71-го года против сборной Индии Льва Ильяшина Игорь Численко Численко идет вперед И накануне финального турнира Евро-268 года Участвовал еще и в отборочном олимпийском турнире Мексиканской Олимпиады И проиграл, оголил свою зону Шестернев вместе с Александром Льневым Не успели подстраховать Стрельцов на левом фланге Подача! И тут же Мэзжуст Фонтен был уволен С поста главного тренера Потому как сейчас ошибка Ошибка обороны И Стрельцов выбегает Кордио в последний момент Отбивает мяч из ворот Пытался Анатолий Бышевиц уже отправить его в сетку Вот смотрите, как ошибаются Я уже говорил, что французы пытались играть в линию И очень часто ошибались Делая искусственное положение Совершенно бесцельное Но с точки зрения нерезультативное Почему? Сейчас смотрим Великолепно играет Бышевиц Бышевиц проход Фирменный Анатолий Бышевиц А удар не атакует Но здесь не точная передача Медведь был на пункте мяча Ленев делает пас на Стрельцова И Стрельцов Вот посмотрите, один Стрельцов Отличная передача На Бышевца Бышевца толкает спину И здесь И он вылетает из ворот Но вместе со своим партнером За лицевую линию Давайте еще раз посмотрим Вот за этой атакой Пас Ленева какой на фланг Опять неверную позицию Занимают французские защитники И Стрельцов делает Филигранный пас на Бышевца Такое ощущение, что Бышевиц Просто-напросто не рассчитал Тогда в воротах сборной СССР Борис Розинский Тот матч на Динамо Запомнился тем Что первый удар По мячу символический удар Делал знаменитый Французский киноактер Жерар Филипп Первая игра 2-2 Нарушение правил Самый высокий 176 сантиметров Это Филипп Гонде А все остальные 176 сантиметров Габриэля де Мишеля Смещается в центр Анатолий Бышевиц Рядом Стрельцов И снова Снова Бышевиц Передерживает мяч Была возможность Сделать пас на Стрельцова Он был совершенно Один Бышевиц Собрал около себя Вы видели Сразу троих французов Стрельцов был один Сдержит передачу Но Бышевиц Снова пытался Решить этот эпизод сам Стрельцов Пас на Бышевца Передача назад И удар поворотом В международной категории Арбитром ФИПа Как сегодня называют Сейчас смотрим за этой атакой Передача на Стрельцова Снова снова Стрельцов Распеликолепно Вот сейчас как раз Шестернем с мячом Передача на Стрельцова Стрельцов в центральном круге Чуть-чуть Замешкал Сейчас особенно в первые 45 минут Весьма-весьма неплохо Наши присматривались Наши в основном Играли с акцентом на оборону Поэтому избрали тактику Такой контр-атакующей игры С длинными передачами На фланг Бышевцу Мон На подборе На подборе Эдуард Стрельцов Стрельцов ошибается В этой передаче И легендарная гонка Тур-де-Франц Ну и проводились Гонки Гонки на треках После нескольких Но И сегодня уже мы Трека не увидим Не увидим На пак де брон Стрельцов Стрельцов идет вперед Играет Идет по центру Смотрите Прорывает оборону Бьет поворотом Подсекает мяч Пытаясь перебросить Через Даниэля Иона Но Лешанадек Очень часто подключался В атаку И Оставлял Вот эту зону Центрального защитника Свободной Никто его не подстраховал Здесь еще очень здорово Играет Бышевец Обратили внимание Он уж уходит Влево Как бы За собой уводя Игрока Центральной зоны Освобождая путь Стрельцова Но Стрельцов Практически выйдя У сборной Франции Быть не должно Ну вот Вы видите Проблемы есть И проблемы Немалые В исполнении наших форвардов И Численко Нарушили правила Он сейчас Численко На правом фланге Подача И здесь Не доходит мяч До Медведя Пас на Стрельцова Но Стрельцов Парк Де Пренс Валентин Афонин Эдуард Стрельцов 2-1 Ведут Французские футболисты Голами Филиппа Гунде На 12-й минуте И Жака Симона На 45-й На 35-й Игорь Численко Счет сравнял Однако Как я уже сказал Жак Симон Буквально перед Слеском на перерыв Сумел дальним ударом Вывести вперед Хозяев Воронина Воронин Посылает мяч На правый фланг И сразу же Советские футболисты Бросаются в атаку Снова Стрельцов Пытается прессинговать Игрокам французской команды Лубе Который пришел на помощь Обороне Но здесь Очень решительно Действует Медведь Пытаются французы Последние Филипп Гунде Так и не оправился От того падения После столкновения С Альбертом Шестерневым И А сейчас мы Смотрим за этой атакой Стрельцов И вышел Жозеф Боне Придача В центр И Гол Гол Кардио Выбивая Мяч попадает В Анатолия Бышевца И рикошетом От ноги Нашего форварда Мяч пулей Влетает в сетку Даниэль Ион Расстроен Вратарь и капитан сборной Франции Это Пьюми Но не от ноги Пьюми Мяч попал в ворота А От ноги сначала Кардио А затем Бышевец оказался на пути мяча Смотрите как здорово Играет в стенку Стрельцов Как он блестяще Перед этим обманул Футболиста Делает пас Посмотрите И вот Кардио Третий номер Выбивает Но Попадает в Бышевца И Мяч влетает в сетку Вот так не пропустив Вот такой прямо скажем Не слишком логичный Гол в свои ворота Аут У наших футболистов Бышевец получает мяч От Стрельцова Стрельцов Пытался обойти Габриэля Демишеля Но тот выбивает мяч В аут Передача Делофер делал пас На фланг Там Демишель И Лубе Что и делает капитан Успокаивает себя Своих партнеров Бышевец Стрельцов Бышевец Нет Поле Оказан Мимо игрокна Советской сборной Штрафной удар Быстро разыгрывает Медведь Со Стрельцовым Стрельцов пасует на Бышевца А Бышевец Серия обманных движений Врывается в штрафную площадь Бышевец Сделает пас Пас Как я уже говорил Сезон во Франции Заканчивался Остается Всего несколько Вернее оставалось Всего несколько Но португальский арбитр На два метра Отодвигает нарушение Момент нарушения правил И ставит мяч Для пробития Штрафного удара Кстати Это опять же было Отмечено французскими Журналистами Что в этом эпизоде Португальский арбитр Просто-напросто Пожалел Хозяев поля Или же не заметил Оказавшись Далеко От момента Не идет И здесь Упускают Эту ситуацию Как следует Разыграть мяч Левого крайнего защитника Численко Численко Великолепная передача Стрельцова И проход Численко Численко И идет в штрафную Удар Гоу Гоу Численко Выводит Сборную СССР Вперед 61-я минута Стремительная Контр-атака Гостей Вот посмотрите В замедленном Повторе Как здорово Играет Численко Обходит одного Второго Играет Коротенькую стенку Со Стрельцовым Затем Смело идет вперед Уходит От центрального защитника Жанна Клода Пиуми И бьет Когда тот разворачивается И пытается И пытается Знать конечно же О знаменитой Исторической Классификации Францфутбола Тогда ведь еще не было Так называемого Рейтинга В Венгрии В Будапеште Со счетом 1-0 И в Пекине Победила с таким Расчетом Китайскую команду А сейчас смотрим Бышевца Как он Великолепно Контрольные игры С югославскими И итальянскими Кругами Сейчас Стрельцов Здесь Даниэль Ион Сборная СССР Перед этой игрой Проводила Товарищеская встреча С Мексикой В Ленинграде Сборная СССР В Ленинграде Идала с позиции Силы С позиции Хозяев поля В атакующие Защитники И Ленев Пасует На Стрельцова Стрельцов На Ленева Ускоряется Идет вперед И пас на Стрельцова Стрельцов Подрабатывает себе мяч Прорывается к воротам Но Пиуми Сборная ФРГ С отсчетом 1-5 Но Дюгугес Не покинул Пост главного тренера Удар по воротам Это Стрельцов Пиуми Пиуми Не рискнул Делать пас На Даниэля Иона Стрельцов Стрельцов Выигрывает Больше не привлекался А вот Сабу Слесков Пригласил Московская Динамо Контратака Сборной СССР А Бышевец Пас на Стрельцова Сабу И Воронин Больше играли Воронин Прежде Мирового уровня Не случайно Сейчас Положение внигры У Эдуара Стрельцова Не случайно Замешкался Численко его Обокрал И Атака сборной СССР Стрельцов Стрельцов Идет вперед Чуть-чуть Отпустил мяч И Тут же И здесь Мяч выбивается На Стрельцова Стрельцов Нет Не сумел И Несколько раз Мы с вами видели Как тот же самый Стрельцов Вышли с Численко Врывались В эти В эти зоны Похвал Недаром Недаром Именно В то время Когда Яшин Защищал Ворота Сборной Советского Союза Советская команда Добилась Самого Большого Успеха Самых Больших Своих Достижений Достигла Эрмия Вполне Могла бы Попасть На финал На Уэмбле Против сборной Англии Но сейчас Посмотрите Момент Когда Эдуард Анатольевич Стрельцов Забивает Четвертый Мяч Ворота Французской И вот тот самый Случай Тот самый момент О котором я вам говорю Грубейшая Позиционная Ошибка И Стрельцов Вот пас Соснихина Просто вперед В свободную зону Там никого Из центральных Защитников Вот смотрите Где Пиуми Стрельцов Не спеша Приближается Да здесь Отчасти ему повезло Безусловно Но Пиуми Даже и не пытался Не пытался Противоборствовать Эдуарду Стрельцову И он Отважно бросился На нашего форварда Но Стрельцов Пилиси В ворота Ворота местного Динамо Вот так Для Стрельцова Матч против сборной Франции Был 27 И 6 После возвращения В большой футбол Уникальный мастер Уникальный Смотрите какой пас Он сделал Игровая Когда он Делился Со своими партнерами Передачами Если Его партнер Находился В лучшем положении Никогда Стрельцов Не бил Поворотом А делал Где мы были Со Стрельцовым Наша сборная Но даже После Вынужденно С точки зрения Результата Поэтому Михаил Якушин Дал возможность Поиграть Ближайшему Ленинграду И не думал Не думал Посвящать свою жизнь Большому футболу Сейчас И он Переда сборной Франции В 56 Году И вот Сборная СССР Сравнивает Этот общий Айч Ну достаточно сказать Что сборная СССР Вот судите Сами Единственное Это рекорд Никем Выходило На протяжении Нескольких Турниров Вот считайте 60 64 В 60 В 64 В 68 И в 72 В тротуаре Он прошел Дошел до Лицевой линии А вот передачи Не сумел сделать Стрельцов Элегантно Отыгрывает Набивали Только Наши Футболисты Вышевец 48 Численко 61 Стрельцов 80 Минуты